Роберт Блох Наконец, порядком выдохшись от забот, он очертил пентаграмму, установил свечи и сжег свои травы Фарли нараспев прочел заклинание и вызвал Астарота, довольно гадкого типа, сразу давшего понять, что он вовсе не испытывает восторга от подобного беспокойства Но Фарли, находясь под защитой пентаграммы, не торопясь высказал свое желание Не мой отдел, покачал головой Астарот, тебе придется поговорить с начальником А где его найти? Здесь он обитает под именем доктора Хорнера, адрес в справочнике Могу я сослаться на вас? Можешь, и будь ты проклят, сказал Астарот, а я убираюсь к чертовой матери, и он исчез Целых два дня после этого Фарли пришлось проветривать квартиру и вдобавок Ему здорово досталось от домовладелицы из-за поднятого этим мероприятием шума Но в конце концов он взял телефонную книгу и нашел Хорнера Его не слишком удивило, что доктор Хорнер оказался психиатром из Беверли-Хиллз Впрочем, договориться о встрече оказалось довольно сложно Вначале секретарша применила обычный трюк, заявив Что часы приема расписаны на год вперед И что он может позвонить после дождичка в четверг Тогда он упомянул имя Астарот Оно произвело магическое действие «Приходите сегодня вечером», – пригласила она В десять часов Так Фарли очутился в отдельном кабинете лицом к лицу с начальником Астарота Хорнер оказался пожилым и довольно низеньким В пристальном взгляде прячущихся за массивными линзами глаз не было ничего необычного Да и на лбу не наблюдалось никаких отростков «Вы не похожи на человека, страдающего манией», – моргнув, ответил доктор «Но естественно, как только секретарша сказала про Астарота, я понял, что мой профессиональный долг – повидать вас как можно скорее Вы не хотите рассказать о своей проблеме?» «Я разочарован», – сказал Фарли «Как и все мы», – кивнул Хорнер «Налоги, инфляция, повсеместное взяточничество, насилие и в довершении всего проклятый закон возмещения убытков, причиненных неправильным лечением Но, простите, не угодно ли присесть и рассказать мне обо всем?» И Фарли рассказал о несчастном детстве, никаких пятерок в школе, никаких спортивных достижений, никаких девушек И о том, как война во Вьетнаме помешала учебе в колледже, ему пришлось работать в торговле лаками и красками, несмотря на врожденную аллергию к скепидару Затем он перешел к женитьбе Маргарет имела довольно заурядную внешность, не баловала его ничем, кроме телевизионных обедов И не смогла завести детей, поскольку оказалась стерильной Кроме того, она была фригидной, занудной по натуре и обожала народные песни Именно это и послужило причиной ее смерти от гепатита Она приобрела подержанную гитару с инфицированным медиатором Так что последние полгода Фарли жил один Этот пухлый мужчина средних лет, с сидящими, поскольку он не занимался политикой и волосами Все еще работал в лакокрасочном магазине Питался телевизионными обедами И не ждал от жизни ничего, кроме прихода старости «Вы когда-нибудь думали о самоубийстве?» – спросил Хорнер «Часто?» – ответил Фарли «Это все, что вы можете рекомендовать?» «Я не рекомендую, просто размышляю» – покачал головой Хорнер «Принимая во внимание все ваши невзгоды, что заставляет вас продолжать жить» «Только это?» – ответил Фарли, вынимая из бумажника фотокарточку Хорнер, прищурясь, посмотрел на нее сквозь толстые линзы Она была старой и чуть выцветшей Размером 3 на 3 дюйма Ничего особенного Но красоту изображенного на ней объекта отрицать было невозможно У снятой во весь рост юной девушки в бикини была роскошная фигура и чувственное, вызывающее лицо Обрамленное орелом жгучих рыжих волос Психиатр непрофессионально, но с явным одобрением присвистнул Кто она? Линда Дюваль Такой она была, победив на конкурсе красоты в нашей школе Вообще-то она была еще симпатичнее Это фото я вырезал из ежегодного школьного альбома Ваша подружка? Я даже не встречался с ней Вздохнул Фарли Она гуляла только со спортсменами Футбольная команда, баскетбольная, бегуны и прочее И, конечно, запасные тоже Любвеобильно, не так ли? Я бы сказал, демократично Хотя все это лишь догадки, повторяю, я ее не знал Но были по-мальчишески влюблены? Нет, мужчина не носит фото девушки в своем бумажнике Целых двадцать лет из-за школьного увлечения Я разглядывал ее дни и ночи, но она до сих пор не перестает сводить меня с ума Понятно Поэтому вы и пришли ко мне Хотите избавиться от эротических фантазий? Нет, я хочу, чтобы вы помогли их осуществить Психиатр долго не сводил с посетителя глаз Так вы действительно видели Астарота? Конечно И он сказал, что начальник вы Астарот – порядочный болтун Нахмурился Хорнер Ну, предположим, я сумею помочь Вы готовы заплатить по счету? Все, что хотите Только достаньте мне Линду А что вы собираетесь с ней сделать? Фарли подробно разъяснил Ну и ну Надеюсь, вы это выдержите Довольно плотный график для одной ночи Одна ночь? Скорчил гримасу Фарли Но я-то рассчитываю на лет семь Извините, но это очень старый контракт Пожал плечами Хорнер Сейчас он не в ходу В старые времена, когда клиентов было мало Я имею в виду людей типа Фауста Мы могли уделять им персональное внимание Но теперь сделок так много, что только успевай регистрировать Боюсь, одна ночь – это все, что мы можем предложить Посетитель поднял фото рожеволосой девушки И впился в него взглядом Кабинетную тишину нарушило шумное дыхание Я должен ее заполучить Должен Понимаю, улыбнулся психиатр В самом деле? Ну конечно, ведь не даром меня прозвали стариной Хорни Он извлек из ящика стола пергамент, исписанный буквами и крючками Подпишитесь здесь Прищурясь, Фарли пробежал документ Я не читаю по латыни Очень жаль Это единственный цивилизованный язык Покачал головой Хорнер Впрочем, можете не беспокоиться Контракт стандартный Учитывая все, кроме божьего вмешательства У нас служат довольно видные юристы Еще бы Что же вас пугает? Если боитесь вида крови, не волнуйтесь Можем обойтись без этой формальности Психиатр протянул ручку Пожалуйте Мне нужна всего лишь подпись Фарли взял ее Но снова засомневался В чем же дело? Скажу честно Говорят, вы не прочь надуть клиента Это чертовская ложь Я не мошенник Сдается, я это уже слышал С вашей сделкой полный порядок Покачал головой Хорнер Вы получите девушку на фото Линду Дюваль Как я могу обмануть? По-разному Я и сам пытался ее отыскать Знаете ли, но остался с носом Вдобавок до меня сейчас дошло, что за 20 лет Линда могла измениться, как и я Положим, вы найдете ее и представите мне Эдакую пожилую толстуху Этого не будет, обещаю Да и вообще, она может оказаться покойницей А живленый труп меня тоже не устраивает Не беспокойтесь Усмехнулся психиатр Она будет живой и ни днем ни моложе и ни старше, чем на фото И чтобы предварить все описания Я также гарантирую Что она не окажется душевно больной, фригидной или избиянкой И еще, просто чтобы сделать вам приятное Она будет девственницей Так Облизнул губы Фарли Но опять помрачнел А вдруг она меня возненавидит? Об этом я тоже позабочусь Даю слово, что она будет охвачена страстью, как и вы А вы не сделайте меня импотентом Ну и подозрительный живый тип Оценивающе улыбнулся Хорнер Я обещаю зарядить вас энергией На неопределенное долгое время И определенное так же И что потом? Я приду за вами на рассвете Но ночь мы проведем с ней наедине? Несомненно Говорите, в точности, как здесь? Указал на фото Фарли Абсолютно Фарли схватил ручку и подписал Психиатр поднял пергамент и уложил на место, в ящик стола Наконец-то Но где же она? Линда ожидает вас в вашей квартире Фарли тоже улыбнулся первый раз Что ж, с удовольствием погостил бы вас подольше, но надеюсь, вы извините мою спешку Ради бога И доктор Хорнер проводил посетителя до двери Поосторожней за рулем Предупредил он Фарли ехал очень осторожно Он отнюдь не страдал отсутствием этого качества и всегда был осторожен Именно поэтому он столь внимательно отнесся к контракту из-за нежелания оказаться одураченным Фактически он даже несколько удивился, что у дьявола не густо было с трюками Получалось, что это Фарли одурачил его А теперь на пути домой настал его черед посмеяться при мысли о том, с какой легкостью психиатр поверил его истории На самом деле детство Фарли не было несчастным Родители чертовски баловали его, первого в округе Забияку Единственной причиной школьных неуспехов была его склонность к валянию дурака вместо учебы При желании он мог попасть в футбольную команду, но предпочитал убивать время азартной игрой на бильярде Успешно облегчая карманы сотоварищей по учебе Служба во Вьетнаме была конфеткой Он не вылезал из Сайгона, где в дневное время служил родным писарем А по ночам спекулировал на черном рынке, увеличивая свой капитал А когда азартные игры все же вытряхнули его начисто Смерть родителей принесла ему солидный страховой куш по возвращении со службы Правда, он в самом деле работал в магазине лаков и красок Но лишь в качестве партнера с 5,10% долей общей прибыли Что касалось девиц, то уж здесь он получал все 100% Как раз поэтому и лопнул его брак Об этом узнала Маргарет Идея с инфицированным гитарным медиатором принадлежала целиком ему И разрешала все проблемы За исключением Линды Дюваль Эта часть истории о 20 годах разочарований была правдивой Он втюрился в неё в школе, и это состояние длилось все эти годы и до настоящего момента Она была единственной вещью, которую он хотел, но не мог получить Но получит сегодня ночью Фарли усмехнулся Он и так уж проклят с дюжину раз Так был ли дьявол упрок в этой сделке? Фарли ободрал его, как липку На всякий случай он ещё раз мысленно пробежал по контракту Но не нашёл никаких зацепок Он получит именно то, чего добивался Линду, в точности как на фото Живую и горящую желанием И тогда, при мысли о том, что произойдёт тогда Сердце его заколотилось, а ладони задрожали и всё ещё подрагивали Когда он парковал машину и отпирал дверь квартиры Но в гостиной было пусто и тихо На миг Фарли усомнился, не солгал ли ему дьявол Потом заметил в холле полоску света, бьющую щель из-под двери спальни Он бросился туда, распахнул дверь и вошёл Она была здесь Фарли уставился на неё Линда Дюваль во плоти, роскошная, рыжая и совершенно нагая Возлежала на постели и завлекающе улыбалась Дьявол не солгал Она была прекрасна, как на фотографии, точь-в-точь Лео Фарли всхлипнул и отвернулся Он решил ждать рассвета Ничего иного ему не оставалось Рост девушки не превышал двух дюймов Субтитры сделал DimaTorzok